Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. Закрыть же бизнес невозможно, так как компании закредитованы. Привозчики обязаны периодически обновлять автобусный парк, а это обходится очень дорого, так что без заемных средств не обойтись. Теперь приходится работать, чтобы платить кредиты. Транспортники требуют от властей поднять стоимость проезда до 16-18 рублей. Вязкий транспортный союз уже подал документы в Кировскую региональную службу по тарифам. Будет ли решение положительным, пока неизвестно. Последний раз стоимость проезда поднимали в прошлом году, до этого цену не повышали 2,5 года. Программа «Экономика». В региональном правительстве назвали тройку крупнейших налогоплательщиков. Лидерами в прошлом году стали Оржумский спиртзавод, завод минеральных удобрений, Кирово-Чепецкого химкомбината и еще одно чепецкое предприятие «Галополимер». Об этом говорится в отчете правительства области об исполнении бюджета. Впрочем, список крупнейших налогоплательщиков практически не меняется уже несколько лет. Основательно пополнили бюджет также Кировский филиал Сбербанка, пивзавод «Вятич», Кировский филиал ТГК-5, Кировэнерго, Амутнинский металлургический завод и завод «Лепси». Всего по итогам прошлого года в бюджет поступило почти 30,5 миллиардов рублей налогов. Это на 19% больше, чем позапрошлым году. Программа «Экономика». Областные власти настаивают на строительстве полигона твердых бытовых отходов в Советске. Этот вопрос накануне обсуждался в общественной палате. Главы департамента экологии Алла Албегова и руководители Советского района высказались за возобновление строительства приостановленного по решению суда 14 февраля. В проект уже вложено 3,5 миллиона, а экология района полигон никак не повредит, утверждают они. И скважинам Советска, которые питают водой весь город, тоже ничего не угрожает. Это якобы подтверждено данными геолога разведки. Жители города в достоверности этих данных сомневаются. Советск стоит на известняках, которые легко пропускают сточные воды, считают они. А значит, угроза скважинам все же есть. Кстати, против строительства свалки подписались 2,5 тысячи жителей Советска. Комиссия общественной палаты области призвала департамент экологии подыскать другой участок для полигона. Такую же рекомендацию чуть ранее дали эксперты Роспотребнадзора. Последняя, правда, не исключает варианты доработки проекта таким образом, чтобы исключить загрязнение подземных питьевых вод Советска. Курс валют, по данным Центрального банка, на 22 марта. Доллар подорожал на 4 копейки и стоит он сегодня 29 рублей и 21 копейку. Курс евро вырос на 16 копеек. Сегодня европейская валюта 38 рублей 76 копеек. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM.